В войне того типа, который Россия ведет против Украины, главный ресурс – люди. Тактика постоянных атак волнами пехоты на укрепленные позиции в ВСУ приводит к огромным потерям российской армии. Особенно в последние три месяца, в каждой из которых, по данным украинского генштаба, ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских военнослужащих. По словам экспертов, этой тактикой Россия загоняет себя в тупик. Армии необходима новая волна мобилизации, но это чревато политическими последствиями. Российским войскам необходимо ежемесячно в среднем компенсировать более 50 тысяч человек, как убитыми, ранеными, пленными, так и ротационными нуждами. Но Россия на сегодняшний день не может обеспечить такую компенсацию потерь. И примерно где-то в конце мая, начале июня она столкнется с дилеммой. Или объявлять мобилизацию, или из-за отсрочников делать в достаточно ускоренном формате контрактников. Ежедневно ВСУ уничтожают десятки единиц российской военной техники. Покрыть эти потери российский ВПК не может, несмотря на колоссальные затраты. А по оценкам Форбс, за год Россия потратила на войну против Украины более 114 миллиардов долларов. Высокотехнологичную продукцию не получается производить в нужных объемах из-за санкционных ограничений на поставке комплектующих. А запасы старой или пришли в негодность, или их попросту разворовали. Тотальную коррупцию пытаются объяснить подрывной деятельностью предателей. Так в Нижнем Тагиле ФСБ задержало супружескую пару работников Уралвагонзавода. Они якобы шпионили в пользу Украины. В результате спецопераций в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против вооруженных сил РФ в условиях проведения специальной военной операции. По месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности. Из сообщения управления ФСБ РФ по Свердловской области. Попытки оправдать все неудачи вездесущими украинцами подрывают и без того нестойкий моральный дух россиян. Так в преддверии готовящегося контрнаступления ВСУ победная риторика пропала даже из студий государственных пропагандистов. Не помог ситуации и так называемый слив данных Пентагона. В документе сомнительного происхождения информация о потребностях ВСУ в марте и поддельная статистика потерь. Представители украинской армии и истеблишмента на это событие отреагировали спокойно. Цель сливов секретных данных очевидна. Первое. Привлечь внимание. Второе. Посеять сомнения и взаимные подозрения. Третье. Внести расколы. Это стандартная игра РУ спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя слив. Михаил Подоляк. Советник руководителя Офиса президента Украины в Твиттер. Последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников. Если говорить о потребностях украинской армии, тема много обсуждалась на всех уровнях. Все остальное будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать. Андрей Юсов. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины. В эфире общенационального телемарафона. А вот в Останкинских студиях поднялась новая волна паники. Многие из так называемых экспертов на шоу российских пропагандистов считают, что опубликованные документы свидетельствуют об огромных объемах западной поддержки Киеву. И опасения пропагандистов не беспочвены. Только за последние недели было оглашено о ряде больших пакетов военной помощи Украине. Среди них рекордный. Более чем на 2 миллиарда долларов поддержки от США. Данила Кобза для телеканала Freedom.